Буквально недавно здесь стояли большие многолетние тополя, но на днях началась их массовая вырубка. Давайте же посчитаем, сколько деревьев уже спилили. Раз, два, три, четыре, пять, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, сорок один, сорок два, сорок три. И как сказали рабочие, которые занимаются спиливанием деревьев, они еще не закончили. Мы их в молодости садили, а теперь их убирают. Если честно, сердце кровью обливается, когда видишь, когда так вырубают. Только буквально в субботу воскресенье мы сами высаживали маленькие саженцы, и тут видишь, когда вырубают многолетние высокие тополя. Нам очень жаль. Вчера у меня была в гостях дочь, и она прям прослезилась. Мы всю жизнь здесь прожили, она выросла здесь, и она глянула из балкона, и она прям прослезилась. Говорит, ну неужели другой способ нельзя было найти? Я говорю, она еще и дальше вырубит до конца Октябрьской досланы. Она просто в ужасе. Как бы я с пониманием, что, возможно, это необходимо, тепловые сети эти ремонтировать. Но надо же не варварские какие-то методы выбирать. Я не знаю, здесь как раз и переходы, и идти-то как. Деревья закрывают, машину не видно, идешь. Можно попасть. Особенно ребятишки бегают, они же не видят. Вы считаете, что это правильное решение? Да. Получается, новая линия будет ложиться, теплотрасса. Вот, чтобы людей оставить с водой, получается, мы не будем отключать воду горячую, то есть оставляется. И рядом будет ложиться новая линия теплотрассы. Она прямо идет, то есть каполя идут прямо по линии теплотрассы? Да, действующая, получается, посередке идет, вот. А мы пойдем вот вдоль нее, рядом. Поэтому приходится. Да, получается так. Но это все согласовано, конечно. А с кем? С администрацией. Вообще, новые деревья в данной теплотрассе, полуохранной зоне располагаться в соответствии с законом они не могут. Но, учитывая, что газоны можем посадить, поэтому было принято решение о том, что мы будем заменять в виде размещения газонов на данной территории. Дело в том, что охранная зона подразумевает за собой отсутствие вообще деревьев на данной территории. Поэтому, учитывая необходимость замены данной теплотрассы, и было принято решение убрать деревья как раз в охранной зоне, без уборки данных деревьев невозможно скрыть теплотрассу. Мы все понимаем, теплотрасса – дело нужное. Но неужели, прежде чем рубить, нельзя было предупредить местных жителей? Объяснить, зачем, показать, где проходит теплотрасса, рассказать о масштабах и о сроках ремонта. Чингиси Хуная, Буат Зонтаков, телекомпания АТВ.